Военный информационный канал ДАДО 79 представляет Что беспокоит Путина в Карабахе? Президент России Владимир Путин вчера позвонил армянскому премьеру Николу Пашиняну, а затем говорил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает Азиас. Он заявил о поддержке России, диалога Армении и Азербайджана. В информации о переговорах с Пашиняном, Кремль даже написал, что армянский премьер якобы поблагодарил Путина за поддержку урегулирования, хотя в сообщении пресс-службы армянского правительства о благодарности не говорилось, пишут армянские аналитики. По их мнению, Россия упорно предлагает свои услуги. О какой отдельной поддержке России может идти речь, если она является одним из трех сопредседателей Минской группы? За прошедший после революции, в Армении год по инициативе России состоялось две встречи Пашиняна Алиев, и одна из них, в Душанбе, имела довольно позитивный результат в виде договоренности о соблюдении перемирия. Видимо, Россия в качестве поддержки предлагает именно это. Соблюдение перемирия, при условии, что обе стороны примут гарантии Москвы, пишут армяне. Перемирие в основном, сохраняется много месяцев, но тогда почему возникла необходимость в новых заверениях России. Москва сомневается, что Пашинян и Алиев будут и впредь придерживаться договоренностей, достигнутых в Душанбе. Или в России, боятся появления новых элементов в урегулировании. Что заставило Путина вновь обратиться к теме карабахского урегулирования. Обеспокоило ли его то, что Армения обещает настаивать на венской повестке, и размещение в Карабахе механизмов сдерживания. Эти механизмы, российские аналитики называют альтернативой миротворцам. И если Россия заинтересована в вводе своих миротворцев в зону карабахского конфликта, то она не может допустить появления здесь, чужих механизмов расследования, подчеркивают армяне. При этом, Азербайджан провел учения ПВО, на которых отрабатывались, задачи по прикрытию важных объектов от средств воздушного нападения, в том числе отражению ракетных ударов условного противника, пишут армяне. Российское МВД неожиданно включило Армению в число стран, куда могут вернуться боевики исламского государства. СНБ Армении тут же ответило, что с террористической угрозой Ереван борется в сотрудничестве с партнерами. Это был намек на то, что если в Ереване и появятся боевики, то ответственность за это ложится и на российские спецслужбы, заявили армяне. Что обеспокоило Москву? В заявлении ЕС о встрече Пашинян-Алиев в Вене, например, нет озабоченности и говорится о неких шагах в гуманитарной области. ЕС с нетерпением ждет выработки шагов в гуманитарной области, о чем говорилось в Вене и о чем министры иностранных дел договорились 16 января 2019 года в Париже, говорится в заявлении ЕС.